Азербайджан на протяжении последних нескольких лет успешно возглавлял движение неприсоединения. Я имел честь месяц назад беседовать с вашим преемником, будущим в роли руководителя движения неприсоединения, президентом Уганды Мусевини, который вызвал огромное удовлетворение тем, как Азербайджан эти годы возглавлял движение, фактически влил новую жизнь в это движение. У меня поэтому два вопроса. Каким вы видите дальнейшее продвижение этого движения, в каком направлении он должен двигаться? И более частый вопрос. Со временем того, как Азербайджан председательства движения неприсоединения, целый этот институт был образован. Женский форум, молодежный форум. Здесь присутствует медиа. Не считаете ли возможным, как лидер движения неприсоединения, организовать медиафорум движения неприсоединения, может быть, здесь, в Азербайджане? Спасибо. Спасибо. Очень хорошая идея. Я думаю, что будет полностью воспринято нашей стороной. У нас не так-то осталось много времени, поскольку наше председательство заканчивается в начале следующего года. И поэтому для того, чтобы успеть это сделать, наверное, надо нам вместе работать. Но, как вы знаете, инициатива наказуема. Поэтому приглашаю вас также активно принять участие в подготовке такого мероприятия. Это будет очень полезно, тем более с учетом того, как вы отметили, что движение неприсоединения, я без ложной скромности могу сказать, за время председательства Азербайджана получило новое дыхание. Не секрет, что в последнее время влияние движения постепенно деградировало. И оно превратилось практически в определенную площадку для обсуждения определенных вопросов, которые не имели особого продолжения. Мы, так же, как и к любой работе, и к этой работе отнеслись с большой ответственностью. И шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития. И думаю, тот факт, что председательство Азербайджана единогласным решением было продлено еще на один год, а по факту даже уже на полтора года, говорит о том, что наша деятельность была отмечена и она востребована. Я в добавлении к тем форматам, которые вы отметили, добавил бы еще и парламентскую платформу. Это тоже очень важный элемент в плане институционального развития. И мы считаем, что именно по этому пути движение должно идти. И, безусловно, после того, как мы передадим наши полномочия Уганде через несколько месяцев, мы будем еще определенное время, пока Уганда будет председательствовать, в тройке. И, естественно, будем активно участвовать в деле консолидации усилий, наполнения деятельности, движения конкретными результатами. Должен сказать, что во время ковида мы проявили лидерство в привлечении внимания мировой общественности к этой проблеме. Азербайджан, как председатель, был одной из стран, которая активно выступала против вакцинного национализма. Мы, не стесняясь никого, называли страны их именами, те, которые закупали в пять раз больше вакцин, чем их было нужно, в то время как многие бедные страны оказывались незащищенными. То есть это было, ну, помимо всего прочего, просто бессовестно. И по нашей инициативе была создана база данных в странах движения, которая была использована и Всемирной организацией здравоохранения. Не говоря о том, что мы выделили 10 миллионов долларов США на гуманитарную и финансовую помощь, и многим странам оказали помощь с вакциной. То есть страны движения увидели, что эта структура, хоть она и не организация, но она может добиваться своих целей. На саммите в Баку, когда мы брали председательство, я сказал, что мы будем защищать международное право, справедливость и легитимные интересы стран-членов. Думаю, что с этой задачей мы успешно справились. И также хочется верить, что после того, как мы передадим полномочия председателя, позитивная динамика будет продолжаться. Во всяком случае, мы будем делать все для того, чтобы это так и было. Спасибо. Спасибо.